Вот вам и здравствуйте. Что касается роста зарплаты учителей, то на статьи в официальных СМИ и на сайтах ведомств народ дает такие комментарии в интернете. Стилистика сохранена. Врут, как всегда. Племянец на полторы ставки учителя русского языка и литературы, зарплата 12 тысяч. Зато директриса похвасталась, что планирует потратить на праздники 60 тысяч. Еще комментарий. Как всегда. Я ем капусту, а начальник мяса. В среднем мы едим голубцы. Интересны те, кто считает средней величины, сами-то живут где? На Марсе. Не видят, что вокруг делается? Другой отклик. Не очень понятно, почему среднюю зарплату считают таким странным образом, складывая выплаты начальников и подчиненных, а также складывая не только непосредственно заработную плату, но и те доходы, которые работник получает, трудясь сверх нормы. Как говорится, глаз народа – глаз божий. И этот глаз сильно отличается от того, что вещают ведомства. Не все в порядке в этом смысле и в нашей области. На вчерашнем заседании регионального правительства губернатор Олег Ковалев сделал соответствующее заявление. Особое внимание необходимо обратить на соответствие уровня зарплаты и категории каждого работника. Это раз. И второе. Надо также выяснить, насколько правильно распределяются средства, выделяемые на оплату труда, между руководящим звеном в лице главных врачей, заместителей, заведующих отделениями и рядовых врачей, которые, собственно говоря, ведут работу. С тем, чтобы не допустить перекосов в этом деле. А если они есть, то нам их необходимо будет исправить, эти перекосы.